Добро пожаловать мальчишки и девчонки, с вами ваш Невермор и мы возвращаемся практически в тот же момент и в то же место. И возвращаемся мы к дебрям атомной технологии, где наш мастер-бренд практически завершает постройку турбогенератора. Вторую часть нашей атомной технологии, которая приведет Лиму к господству на этой планете. Как видим, второй шаг завершен, а турбина выглядит просто-таки божественно-футуристично. Ну и логичным продолжением будет подключение реактора к турбине. Мы должны соединить активную зону реактора с турбогенератором с помощью паропровода и трубы холодной водички. Как подсказывает нам технологический справочник, турбины не опасны и могут быть построены вне экранированных помещений, но должны находиться внутри для защиты от всяких внезапных погодных условий. Не откладывая это дело в долгий ящик, мы сразу же проведем подключение. И отдельными контурами заведем как холодную, так и горячую трубопроводную воду. Тем временем наш мастер-ученый ВОН завершает исследование разведброни, и понятное дело тут же переходит к следующей стадии развития, а именно к броне пехотной, что на минуточку всего лишь на один шаг меньше, чем катафрактная. Простейшее соединение турбины с реакторной зоной прошло супер успешно. И теперь нам предстоит сделать выбор, какой будет наша охлаждающая зона. Как видим, существуют всего три доступных системы охлаждения. И учитывая, что мы находимся на огромном тропическом острове, окруженном невероятным количеством воды, внешнее водяное охлаждение будет тем, что нам нужно. Тем более, что выбирая между огромной сухой градирней за тысячу стали и маленьким радиатором за 350, водоохлаждающая станция, сбрасывающая небольшое количество отходов в океан, будет тем, что нам нужно. Тем более, что она в любом случае будет находиться под защитой нашего лавового разлома. Учитывая успешный прогресс и развитие нашего атомного дела, мы, пожалуй, все же озаботимся системами защиты персональной для каждого колониста. Пускай это и будет несколько затрат на плане серебра и ткани, но мы закажем антирадиционные костюмы и масочки. По 13 единиц каждой вещи, соответственно, по числу наших живых в данный момент колонистов. В то же время, несмотря на ужасающую жару на улице, в целых 57 градусов ночью, наша коллективная бессознательная в лице Брэна все же завершает постройку нашей системы охлаждения. Ну а над базой, несмотря на ночное время, пролетает еще и хороший оптовый торговец. Хороший в основном тем, что имеет парочку продвинутых компонентов, которые мы сразу же заберем. В обмен на, скажем, те же бананы, полученные с острова Холдуса, для выравнивания общей экономической политики. Дело ясное, что без трубы для охлаждающей жидкости ни одна градирования работать не будет, но эту проблему довольно-таки легко решить. Благодаря, что количество стали, получаемое с Холдуса, непрерывно растет, а Бури с Серой добывают все новые и новые ресурсы. С этим простейшим подключением очередной шаг завершен, и теперь нам предстоит построить целый силовой трансформатор. В отличие от базовой игры RimWorld, как видим, система довольно-таки сложная, и весьма и весьма приближенная к жизненным реалиям. Так что хотя бы здесь нам бы выучим немножко физики, и поймем, что трансформаторы преобразовывают мощность турбины в полезную электроэнергию. И это заметим предпоследний шаг к запуску нашего мощного реактора. Для большей сохранности трансформатор мы тоже поставим внутри помещения, запитал для начала один, ну а в будущем, возможно, и увеличивая количество. Но пока Брэн и остальные строители будут этим заниматься, мы обратим внимание на то, что у нас скопилось целых два адреса звездных врат, на которые нам стоит отправиться. Да и полученные задания тоже взывают к себе. Напоминаю, что нам предстоит найти древний имперский молот. Один из наборов координат для его поиска спрятан в секретном секторе. Ну а второй мы можем получить взломов древний дрон. Но это предстоит делать на Холдусе, а значит потребует присутствия большего количества людей, чем Борис Сера и Эки. Опять же отметим, что в отсутствии ветра наши генераторы не работают и не питают ни сам реактор, ни систему охлаждения. Что при неблагоприятном стечении обстоятельств может привести просто к их катастрофическим последствиям. Так что для некоторого повышения безопасности и большей выработки энергии мы установим ряд базовых солнечных панелей. И в дополнение к этому разместим еще и аккумуляторы, что позволит нам не допустить перегрев реактора из-за внезапного отключения системы охлаждения от сети. Что же касается координат звездных врат, то мы их сразу же изучим, чтобы поутру отправиться уже через наши врата и соответственно получить там свою законную прибыль. Как видим, что на первое, что на второе задание нам отводится ровно по 30 дней. Но этого нам будет более чем достаточно, чтобы сделать то, что мы задумали. Дабы лишний раз не рисковать, в этот раз в бой отправятся абсолютно все, за исключением Кирика, которая только-только вышла из своего нервного острова из-за отворничества. Да и заметим, что в этот раз координаты древнего комплекса оказались действительно древним комплексом. Странные сооружения расположены прямо на воде, и уже со старта защищенные разного рода турелями. Да и внутренние помещения, как видим, оказались далеко не пустыми, и там тоже было некоторое количество пиратов. Похоже, что бандиты с фракцией призрастных добрались сюда раньше нас, и не факт, что нам получится рассчитывать на какую-то награду. Правда, первые уже найденные нами арсеналы радуют нас несказанно. Целых четыре продвинутых энергетических винтовки не просто окупают наше прибытие сюда, а окупают его просто-таки феерически. Те же Вон Хейз и Пенси сразу же поменяют своё оружие на максимально продвинутое. Да и плюс к тому же она будет что взять с собой для обмена с приходящими торговцами. В дополнение же к первой награде мы в следующей комнате находим ещё и вторую. Ещё одни координаты звёздных врат с, возможно, ещё одним богатым комплексом. И пускай общая местная столовая совершенно не радует, некоторое количество шоколада мы всё же заберём с собой, просто для повышения настроения наших поселенцев в будущем. Похоже, что все пираты, которые были на базе, или убиты, или сбежали. Причём второе гораздо менее вероятно, поскольку вход на базу только один через звёздные врата. Как видим, эта база просто-таки праздник для наших даровавшихся богатству рыцарей. Западный арсенал радует нас ещё четырьмя энерговинтовками. Ну а лабораторное помещение целыми четырьмя мультианализаторами, которые мы не просто разберём, а ещё и заберём на базу, усиливая нашу научную мощь. Лабораторная же комната исполняет самые смелые и самые небывалые мечты, которые только были у Ли и моего подданных. Целых три божественных сыворотки воскрешения, позволяющие нам не только вернуть лузер, но ещё и не беспокоиться о двух возможных гибелях других поселенцев. Воистину, все вложенные в звёздные врата ресурсы окупили себя старицей, и даже если мы больше ничего не найдём на этой базе, это путешествие уже стоило того. Оставшиеся комнаты, как видим, были простыми жилыми помещениями. Ну а в последнем мы находим довольно неплохого качества больничной кровати и монитору жизненных показателей, что тоже весьма и весьма усилит лазаретное помещение у нас на родной базе. В воле императора Лима всё найденное здесь объявляется нашей личной собственностью. И немножко подлечившись и задержавшись здесь, мы начнём демонтаж, складирование и перенос всего доступного через звёздные врата. Всем этим, понятное дело, займутся поданные Лима. А лично он, немного принарядившись в хорошую бронекуртку и бронежилет, возьмёт с собой сыворотку воскрешения и отправиться домой. Возрождать свою любимую лузер. Если она ещё в подходящей кондиции и не совсем сгнила, из-за слишком большой температуры. Спустя три эпизода и небольшое гниение после своей смерти, лузер вновь возвращается к нам, пускай и немножко больная синдромом воскрешения. О таком мы, по-честному скажем, не смели задумываться даже в наших самых смелых мечтах, но вот она, живая и здоровая вернулась на нашу базу. Ну а уж все негативные биологические последствия воскрешения мы так или иначе нивелируем, в крайнем случае используя разные биоинтические органы. Что несколько неприятно от такого огромного счастья и просто сверхогромной добычи, в древнем комплексе немного сходит с ума Мисси и Диксон. Причём Мисси просто падает в растерянность, а Диксон по своей старой доброй традиции пытается поджечь очень-очень мокрое блюдо. Но благо, что база водяная, и особого успеха она в этом деле не поимеет. Буквально за два дня всё, что не было приколочено к земле, было нами демонтировано, а то, что было приколочено, было отковырнуто и тоже демонтировано. Так что с полной уверенностью мы можем возвращаться домой, забирая с собой всё возможное и невозможное. Благо, что через звёздные врата это можно будет переместить просто-таки с огромной скоростью. К некоторому сожалению, полевопытствовать, что случилось со своей базой, приходят ещё несколько пиратов из той же фракции Призрачная. Но учитывая, что здесь всего лишь два безродных тела, а большинство наших вооружено нарковинтовками, это будет даже не бой, а просто маленькое избиение младенцев. Помимо всего прочего, мы получаем двух потенциальных пленников, и мясо на акуле и суп за внезапно оголодавшие акулы. Впрочем, пленники, как и таковые, нас сейчас не интересуют, тем более, что и особых интересных навыков у них нет, зато местами есть психопатия и нехорошая страсть химии. Ну и к концу погрузки мы настолько забили нашу зону склада, что пришлось даже выделять некоторое количество площадей в зоне атомного реактора, поскольку всё нами добытое в основной части базы даже не помещается. Опять же, по своему возвращению через звёздные врата вон не ложился спать и покладал рук до тех пор, пока не построил следующий шаг нашего атомного производства. Новейший высоковольный трансформатор завершён, и теперь для большего счастья нам остаётся только построить компьютер управления реактором, и это станет последней деталью в постройке нашего мощного энергокомплекса. Следующей же на очереди, скорее всего, станет радиационная защита, просто в силу того, что работающий реактор явно будет испускать негативное излучение. Но для неё уже нужен объединённый уран, хотя мы не будем забегать наперёд, а всё же для начала перед запуском сделаем антирадиационные костюмы, вроде того, что уже надела на себя наш возрождённый лузер. Опять же, за высокие достижения на Ниве науки и техники, по результатам общего голосования в комментариях, новый нейроформер пси-связи получает наш любимчик Вон. И теперь, помимо мощной энерговинтовки и хорошего шлема, он ещё и обладает способностью телепортации обломков, которую для простого интереса мы даже протестируем сразу же. Последним маленьким штришком, прокладывая силовой консольный кабель, Вон лично завершает это мощное исследование. Создав и протестировав рабочую модель, мы больше не ограничены количеством построения ни турбин, ни ядер, и можем спокойно масштабировать нашу систему по наличию доступных строительных ресурсов. Дело ясно, что управлять реактором тоже будет лично Вон, что мы выделим отдельной рабочей строкой в его распорядке. Да и скажем прямо, система намного сложнее, чем любая, которую мы встречали раньше. В любом случае, здесь есть прекрасные кнопочки начать и стоп, и если не знаешь, что делать, то всегда нажимай зелёную, а там уже как карта ляжет. Правда, по понятным причинам, без топливных стержней реактор тоже не хочет работать, так что придётся сделать маленький заворот и начать с очищения гранул урана, а потом уже и двинуться к производству урановых топливных стержней. Соответственно, напомним, что не ранее, чем мы закончим наши противорадиционные защитные костюмы. В любом случае, делаться это будет не быстро, а мы можем выбрать, по какому пути мы двинемся дальше. В плане повышения оборонной мощи поселения довольно неплохо было бы заняться обработкой и производством оружейного плутония, или же тем же энергетическим оружием. Но поскольку мы неплохо затоварились на древнем комплексе, мы, пожалуй, улучшим наш реактор с помощью установки приводов управления стержнями. Эта конструкция, в свою очередь, несколько упрощает и улучшает управление потоком энергии. Но в перспективе это, само собой, позволит нам избежать местного варианта фукусимы. Мы же тем временем расчистим зону прибытия. Отправимся, пожалуй, по вторым координатам звездных врат и поищем, что же там хорошего припрятано. Правда, в этот раз, учитывая возросшую мощь нашего оружия, Лиэм вместе с лузер и Кирика останутся дома, ну а в бой пойдут исключительно его рыцари. В этот раз, к сожалению, ничего, кроме очередных невритовых колонн и самих, собственно, звездных рот мы не находим. Да и толпа оборванцев с опасными кислотными гранатами тоже не добавляет удовольствия. Узкая справиться удалось довольно быстро, но прибыли мы здесь никакой не получили. Так что, пожалуй, на родной базе Лиэм быстренько изучит еще один адресный осколочек, и команда бойцов сразу же с этой локации отправится по новому адресу. Нам открывается новое местоположение, но мы опять же не знаем, будет ли там очередная база, или место тоже будет давно покинутым затопленным. Ну вот здесь-то она, похоже, действительно повезло. Пускай появились мы на каком-то очень пустом складе, но место это, похоже, довольно-таки обитаемо и вполне может преподнести на парочку сюрпризов. Похоже, что местные обитатели давно и давно одичали, и базу населяют какие-то простые изгои-неандертальцы. Причем, судя по их щечкам и общей отъеденности, они, возможно, даже не брезгуют каннибализмом. По крайней мере, одно из помещений указывает на то, что здесь когда-то прошивали довольно-таки развитые люди. Целых два высокоточных станка и довольно развитая сеть химических лабораторий добавят нам немножко в копилочку наших ресурсов. Да и те же нерабочие гидропонные фермы, пускай и не переносные, тоже наталкивают нас на мысли об оптимизации нашего производства пищи. Найденное в северном помещении еще и парочка плазменных телевизоров делают день просто ярче и красочнее. Ну а еще четыре, и целая тонна медикаментов немножко южнее, дадут нам финансы для покупки новых координат звездных врат в будущем. Несколько более мелких помещений, как видим, оказались просто жилыми. Ну а судя по находке в последней западной комнате, сам Рэнди Рандом услышал наши мысли и подбросил нам немножечко координат на бедность. Целых четыре осколка с новыми наборами координат это, конечно, не три сыворотки воскрешения, но в четыре раза больше шансов обогатиться за счет новых разведательных экспедиций. Как и в прошлый раз, все, что можно перенести, мы соберем и перенесем. Ну а большие габаритные вещи просто разберем и используем их запчасти в своем производстве. Причем, что интересно, недалеко от нас вновь зафиксирован пуск реактора, и это место находится вполне себе в пределах долета наших транспортных капсул как от Холдуса, так и от основного острова. Учитывая, что теперь мы стали немножечко богаче и вооружены огромным количеством винтовок, может быть, нам стоит задуматься и наведаться туда в ближайшие 12 дней просто для проверки того, что мы там можем добыть. Без всяческих сомнений наша карательная группа была замечена, и скоро еще большее количество тех же неандертальцев прибудет сюда, чтобы попытаться нас покарать. Но учитывая, что добираться по воде они будут целых три с половиной дня, нам этого времени с головой хватит, чтобы забрать все возможное и невозможное. Тем более, что из самых ценных вещей здесь только координаты звездных врат и огромное количество медикаментов. Кстати, в этот раз мы немножечко схитрим, и не просто заберем все возможное и полезное, но еще и попытаемся забрать с собой сами звездные врата, построив для этого специальные помосты для запуска реактивных капсул. Недолго думая, команда начнет погрузочку и отправит максимальное количество добытого на родную базу. Вслед за чем туда же отправится и большая часть команды за исключением Вона и Брена, как лучших колоний строителей. Этим же двоим бойцам предстоит совершить довольно-таки сложную строительную операцию. Вдвоем они демонтируют наборные устройства и сами звездные врата, закрепив их аккуратнейшим образом на четырех в транспортных капсулах, запустив их в не очень долгий, но очень целевой полет. Использовав чуть больше топлива, чем мы тратим обычно, мы сможем доставить это устройство связи прямо на остров Абидас и установить там новую ресурсную базу. Ввиду того, что на острове Бориса и Серой практически закончились добываемые ископаемые ресурсы. Опять же, одновременно с прибытием Вона и Брена на наш новый остров добычи, на основном острове происходит маленькая солнечная вспышка, вызывающая остановку нашего и так не работающего реактора. К огромному счастью для нас, само устройство не было загружено топливными стержнями и из-за резкой остановки не произошло критического перегрева. Но что сделать, чтобы избежать такой ситуации в будущем, мы, друзья мои, подумаем уже в следующем эпизоде. А пока что сделаем маленькую паузу и, как обычно, я напомню про наши телеграм, дискорды, вконтакт, ссылочки на которые все также находятся под видео в описании. Теперь же всем удачи, до встречи, друзья, и увидимся мы уже в следующей серии.